С вами ТОП ХАЙП и это 15 вещей, которые вы увидите впервые в жизни. Погнали! Взгляните сюда. Видите этот иероглиф? На китайском и японском он означает 10 тысяч. Интересно, что именно с этим иероглифом связан один из главных мифов в мире. Я про то, что нужно в день проходить 10 тысяч шагов. Этот миф зародился в Японии в прошлом веке, когда один производитель трекера посчитал этот иероглиф очень похожим на символ ходьбы. И хотя ходьба полезна, ученые считают, что для здоровья хватает 7 с половиной тысяч шагов в день. Еще один фан-факт. В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли, то есть около 200 тысяч километров. Что мы делаем первым делом, когда приходим в магазин? Конечно же берем корзину или даже тележку, если ожидается солидный закуп. Сейчас трудно представить супермаркеты без тележек, но интересно, что поначалу людям вообще не понравились тележки. Идея их создания принадлежит Сильвену Гульману, владельцу одной сети продуктовых магазинов. Он лишь хотел, чтобы люди покупали продукты с комфортом, но у женщин возникала ассоциация с детской коляской. А мужчины боялись выглядеть с тележкой слишком женственными, поэтому Сильвану пришлось пойти на уловку. Он нанял актеров, которые стали использовать тележки в супермаркетах и демонстрировать их удобство. Все поняли, что тележки это круто, оценили идею, теперь без тележек не обходится даже самый маленький магазин. А еще ни один магазин не обходится без вредной еды по типу чипсов. Пожалуй, самый известный это Принглс, из-за фирменной упаковки. Забавно, что создатель упаковки, химик Фред Бор, так гордился своим изобретением, что завещал похоронить свой прах в упаковке Принглс, и его желание исполнили. Но вообще лучше есть здоровую пищу, например, сельдерей. Этот продукт хоть и скучный, но он обязателен, если вы хотите похудеть, ведь он считается продуктом с отрицательной калорийностью. То есть организм тратит на его переваривание больше энергии, чем получает. Некоторые ученые спорят с этим, но не поспоришь с тем, что сельдерей действительно полезен, и от него не потолстеешь. А еще очень полезны орехи, например, кэшью. Мы все видели эти скрючные орехи. А вот как они растут на самом деле. Вот в таких вот плодах, похожих на груши, яблоки или болгарский перец. Выглядит странно. Может поэтому кэши и стоят так дорого? Музыкальный вопрос. Как думаете, что это? Что за басы? Звук сабвуфера в студии? Или трек из машины, проезжающий ночью под окнами? Удивительно, но это человеческий голос. Его владелец Тим Стормс. Он способен производить самый низкий голос из всех возможных для человека. Его рекорд – нота соль с частотой 0,1 Гц. Это буквально инфразвук, поэтому в теории Тим может общаться со слонами и китами. Щетки на эскалаторе. Для чего же нужны щетки, идущие вдоль ступени эскалатора? Первая мысль – для чистки обуви. И правда, кто из нас не чистил кроссовки или туфли, поднимаясь или спускаясь на эскалаторе? Это очень удобно. И хотя с помощью этих щеток действительно можно немного привести свою обувь в порядок, на эскалаторе они не для этого, они там для безопасности. Щетки создают зазор, чтобы одежда или шнурки не застревали в щели между ступенями и стенкой. Так можно не только испортить одежду в эскалаторном масле, но и получить травму. К тому же, если бы не было щеток, при соприкосновении ботинок с голой стенкой возникало бы трение, что часто заканчивалось бы растяжениями ног или прочими повреждениями. Щетки же обозначают края ступени эскалатора и предотвращают риск получения травмы. Отверстия на пачке кофе Со щетками разобрались, но что насчет кофе, а точнее и их пачек? Все вы хотя бы раз видели в кофейнях и обычных супермаркетах молотый кофе, продающийся в пакетиках с отверстием наверху. Для чего оно нужно? Было бы логично предположить, что это отверстие нужно, чтобы покупатель мог понюхать кофе, оценить аромат и решить, стоит ли брать продукт или нет. Если вы считаете так же, то могу лишь сказать, что версия хорошая, но неправильная. На самом деле это отверстие представляет собой газовый клапан. Он выпускает из упаковки углекислый газ и не дает кислороду проникать внутрь. Первые сутки после обжарки кофейные зерна вытеряют несколько литров углекислого газа, поэтому без клапана пачку просто разорвет. Заклепки на джинсах Про маленький кармашек на джинсах знают все. Есть много версий, для чего он предназначен. Для карманных часов, зажигалки и так далее. А сейчас нас более интересуют заклепки на джинсах, которые можно увидеть как в районе этого кармашка, так и в нескольких других местах на джинсах. Оказывается, эти заклепки делаются не для красоты, они продлевают жизнь вашим джинсам, так как их специально размещают в тех местах, в которых изделие может порваться при большой нагрузке. Первым такие заклепки на джинсы стал приделывать Левай Страус, тот самый основатель компании Левайс. Кстати, идею изобретения джинсов тоже приписывают ему. С помощью заклепок Левай пытался создать максимально прочные штаны для золотоискателей. Правда, хоть Левай и начал первым приделывать такие заклепки. Оригинальная идея принадлежала не ему, а портному Джейкобу Дэвису, который использовал заклепки для крепления конской сбруи. Наряду с Левайом Дэвиса тоже называют изобретателем джинсов. Если мы говорим о девушках, то под их джинсами логичнее всего найти нижнее белье, а на нем часто можно увидеть бантик. Вы задумывались, для чего он вообще нужен? Его ведь нельзя развязать или завязать потуже. Он просто закреплен на белье. Неужели он для красоты? На самом деле, раньше такой бантик как раз-таки завязывали. Давным-давно никаких резинок на белье не было, и панталоны завязывали спереди с помощью тесемок на бантик. Отголосок этой традиции сохранился до сих пор, и производители добавляют такой элемент на нижнее белье в качестве дань уважения прошлому. Но все-таки у современного бантика есть полезная функция. По одной из версий он нужен, чтобы в темноте девушка случайно не надела белье задом наперед. Сетка в микроволновке Микроволновка – одно из главных спасений на кухне. Ведь куда проще быстро разогреть еду в ней, чем маяться стоя у плиты. Все вы наверняка залипали в микроволновку, глядя на то, как внутри вращается пища. Но рассмотреть ее как следует проблематично. Мешает сетка? Может, ее следует достать и выбросить? Этого делать нельзя. Сетка находится в микроволновке не просто так. Она представляет собой клетку Фарадея, и не позволяет вредному излучению покинуть пределы микроволновки и просочиться сквозь стекло. При этом она не блокирует прозрачную поверхность полностью, позволяя контролировать процесс, происходящий внутри. Кстати, клетка Фарадея в виде сетки на микроволновке способна блокировать большинство сигналов сотовой связи. Поэтому, если вы не хотите никого слышать, положите свой смартфон в микроволновку, или поступите проще и врубите авиарежим. Смотрите дальше, чтобы узнать самые интересные секреты. Пожалуй, у всех на кухне лежит чеснокодавка. У многих даже завалялась там тяжелая металлическая чеснокодавка, которую сделали еще в Советском Союзе. Нас интересует именно она. Дело в том, что с помощью такой чеснокодавки можно не только превратить зубчик чеснока в кашу, но и удалить косточки из вишни. В углубление, расположенное в конце ручки, вдавливается ягода. И при нажатии на ручку, штырь на противоположной стороне выдавливает косточку. А частью чеснокодавки, где расположен ряд зубцов, как правило, раскалывают прочные орехи, например, грецкие. Конечно, кто-то из вас про это знал, но для многих чеснокодавка отныне станет еще более полезным прибором. Дверные ручки Как часто вы обращаете внимание на дверные ручки? Обычно мы не задумываемся о том, из какого материала они сделаны. Немало дверных ручек, например, делают из латуни. Собственно, в этом и есть скрытый секрет дверной ручки. Ведь латунь уничтожает бактерии. Многие инфекции распространяются через дверные ручки. Латунные ручки дезинфицируют себя примерно за 8 часов, в то время как нержавеющие и алюминиевые никогда. Нелакированные латунные ручки лучше отвечают санитарным требованиям, поэтому в основном имена их устанавливают на больничные двери. Но для любого жилого дома и квартиры латунные ручки тоже будут полезны. У каждого из нас хотя бы раз были такие вот оранжево-синие ластики. А у кого-то из вас такой ластик лежит на столе прямо сейчас? Большинство школьников свято верят, что оранжевая сторона этого ластика предназначена для стирания карандаша, а синяя для ручки. Но, к сожалению, это не так. Если попробовать стереть синей стороной что-то написанное ручкой, то на бумаге останутся некрасивые разводы, а надпись по сути никуда не денется. На самом деле синяя резинка предназначена для очистки картона или очень плотной бумаги от карандашных надписей и чертежей. Для тонких тетрадных листов синий ластик достаточно агрессивен, так что неудивительно, что пытаясь стереть ручку, что школьники рвут тетрадки на раз-два. Но почему многие до сих пор убеждены, что двусторонний ластик убирает ручку? Все просто. Подсознательно синий цвет ассоциируется с синими чернилами. Некоторые производители поняли свою ошибку и использовали ее для дальнейшего продвижения товара, помечая синюю часть значком с ручкой. Стратегия до сих пор работает, а тетради до сих пор рвутся. Петля на рубашках Ненадолго вернемся к одежде и взглянем на мужскую рубашку. С одной стороны идут пуговицы, а с другой петли. Как правило, все они расположены вертикально, кроме самой верхней. Она горизонтальная. Самую нижнюю петлю тоже часто делают горизонтальной. Почему? Все просто. В месте расположения этих петель при движении создается максимальное напряжение. Вертикальные петли такое напряжение обычно не выдерживают, и пуговицы расстегиваются. В случае же горизонтальной петли все давление приходится на ее угол, и риск того, что пуговица выскользнет из отверстия в тот момент, когда вы садитесь, ходите или делаете что-либо еще, значительно уменьшается. Картридж для принтера. Согласитесь, очень круто иметь дома принтер. Особенно если ваша работа связана с большим количеством документов. Но у принтеров есть один большой недостаток. Картриджи уж слишком быстро заканчиваются, а стоят очень дорого. Производители принтеров заинтересованы в том, чтобы вы как можно чаще заправляли картриджи, несли прибыль в их карман. И способ их обхитрить. Когда компьютер начинает сигнализировать о том, что чернила в картридже закончились, извлеките его из принтера, и с помощью скрепки нажмите на кнопку, которая находится около контактов. Теперь установите картридж обратно. Компьютер заново проведет диагностику, и вы сможете распечатывать документы дальше еще какое-то время. Клавиатура. Принтер есть далеко не у всех, чего нельзя сказать о клавиатуре. Правда, я сейчас об обычной компьютерной клаве, а не о вмонтированной в ноутбук. Компьютерная клавиатура может похвастаться ножками, с помощью которых устройство можно слегка приподнять. Считается, что ножки компьютерной клавиатуры задуманы для того, чтобы ваши кисти меньше уставали. Однако это не так. С середины 80-х производители были обязаны делать наклонную клавиатуру для того, чтобы люди, привыкшие печатать на печатных машинках, легче переключались на работу за компьютерами IBM. Что касается запястья и кистей, то они будут одинаково уставать или не уставать при поднятых ножках или при опущенных. А если ножки на клавиатуре слишком высокие и угол наклона составляет больше 15 градусов, то кисти рук точно будут болеть. Компьютеры – это, конечно, кайф, но знаете, в какой стране самый дорогой интернет? А самый дешевый? А какая страна самая горячая? Продолжаем марафон занимательных фактов. Самая посещаемая туристами страна. Ежегодно сюда приезжает около 89,5 миллионов иностранцев. Также это страна с наибольшим числом часовых поясов. Если считать заморские территории, здесь 12 часовых зон. Самая законопослушная страна. Любое нарушение закона существенно бьет по карману. От 500 долларов за переход дороги в неположенном месте до 1000 долларов за курение в неположенном месте. Самая большая армия – 2,1 миллиона действующих военных и еще 1,1 миллион в запасе. Самая населенная страна. Индия наконец-то обогнала Китай в июне этого года. Там живет 1,43 миллиарда человек. Самое большое количество миллиардеров в мире – 735 человек. И самое большое количество заключенных – примерно 2,1 миллиона человек. Здесь живут мужчины с самыми длинными половыми органами в мире. Средняя длина – 17,93 сантиметра. Лидер по территории – 17,1 миллион квадратных километров. И по числу абортов – 53,7 на тысячу женщин. В прошлом году в РФ было совершено 400 тысяч абортов, но их количество год от года неуклонно снижается. Например, в 1990-м было совершено свыше 4,1 миллиона абортов. Лидер по производству запрещенных веществ – более 90% опиума, поступающего на мировой рынок, производится именно здесь. Если в Афганистане запрещенные вещества активно производят, то в Чили их активно употребляют. Больше всего тут любят всеми известную зеленую дурь, которой балуется около 35% всего населения. Самая пьющая страна по состоянию на 2022 год – 13,19 литров в год на человека. Самая неграмотная страна – читать и писать умеет лишь 19,1% населения. Самая засушливая страна – 99% территории – это пустыня. Самая ВИЧ-инфицированная страна – около 27% населения имеет вирус иммунодефицита. Самая бедная страна – 272 доллара в год на человека. ВВП на душу населения. Лидер по преступности с индексом 83,76. Здесь дети перестают жить с родителями позже всех. Из родительского гнезда улетают в среднем в 33 года. Самая счастливая страна в мире. Кстати, уже пятый год к ряду. Финляндию, к слову, неофициально именуют имена страной Тысячи Озер, а ее соседка Швеция может называться страной Тысячи Островов, или точнее сотен тысяч. В стране насчитывается свыше 221 тысячи островов. Больше, чем где бы то ни было во всем мире. Самая многоязычная страна. Здесь зафиксировано свыше 800 местных языков и диалектов. Официальные языки – английский, токписин и хиримото. Самый дорогой интернет в мире. Средняя цена – 2666 долларов в месяц. Стоимость самого дорогого пакета – около 15 тысяч долларов. Малярийный лидер. Смертность от заболевания составляет 61,6 случаев на 100 тысяч человек. Самая молодая страна. Средний возраст около 15 лет. Лидер по числу смертоносных животных. Атакам акулы, заболеваниям, ракам. Около пяти сотен человек из 100 тысяч имеют опухоль. Самая маленькая страна в мире. 44 сотых квадратных километра. Самый низкий показатель IQ – 59 в среднем по стране. Тут наоборот самый максимальный IQ в мире. В среднем 106 баллов. Также здесь наибольшее число трудоголиков на планете. Страна с самой жесткой цензурой. СМИ служат рупором государства и любая независимая журналистика ведется из изгнания. Самая коррумпированная страна. Индекс составляет 60 баллов, что на 48 баллов больше от ближайшего преследователя Южного Судана. Лидер по производству кленового сиропа. Около 85% мирового производства. Самая пустая страна. Плотность населения – лишь 2 человека на квадратный километр. Самая толстая страна. 61% жителей подвержены ожирению. Наименьшая продолжительность жизни. В среднем гражданин Центрально-Африканской Республики живет лишь 53,6 лет. Страна, которая больше остальных, подвержена риску катаклизмов. Уровень риска свыше 36%. Также тут действует подводное почтовое отделение. Главные борцы с коронавирусом. Самая вакцинированная страна в мире. 99% населения поставили хотя бы одну прививку. 95% полностью вакцинировались от ковида. Рекордсмен по парфюму. Духами и дезодорантами в стране пользуются 85% человек. Самая безопасная страна. Высокий уровень жизни. Небольшое население и доверие к хорошо обученным полицейским делают проживание в Исландии максимально комфортным. Тут находится Мертвое море. Его побережье является самым низким участком суши на земле. Примерно 430 метров ниже уровня моря. Самая высокорослая страна. Средний рост мужчин в Нидерландах составляет 182,5 сантиметра. А тут обратная ситуация. В Восточном Тиморе живут самые низкие люди. Если брать среднее значение. Ростом они не выше 160. Крошечное герцогство может похвастаться совсем не крошечными зарплатами. В Люксембурге они самые большие в мире. Ежегодно местные жители в среднем зарабатывают 68,6 тысяч долларов. Пакистан может похвастаться самым большим количеством людей, больных диабетом. Почти 31% населения. Хотя какое тут хвастовство. Япония не только страна с самой высокой продолжительностью жизни, но и с самым большим госдолгом в мире. Он составляет 234% ВВП. Это более 9,5 триллионов долларов. И по 76 тысяч долларов госдолга на каждого жителя страны восходящего солнца. Райский уголок Мальдивы может похвастаться званием самой низкой страны в мире. Самая высокая точка расположена в 2,4 метрах над уровнем моря. А все острова в целом находятся не выше 2 метров над уровнем моря. Удивительно, что эксперты прогнозируют полное затопление Мальдив уже в ближайшие десятилетия. Монако подходит для поездок на яхте и заруб в казино, но не для родов. Это страна с наименьшим уровнем рождаемости в мире. Всего 6,63 человека на одну тысячу. Кроха Кувейт может похвастаться огромными нефтяными запасами. А вместе с тем и самой устойчивой и дорогой валютой в мире. За один кувейтский динар можно получить 3,26 доллара. 3 евро, 199 рублей или 11 белорусских рублей. Этот сосед Кувейта по Персидскому заливу тоже может похвастаться стабильной валютой. А еще званием страны, которая страдает от расизма сильнее всех. Более 85% населения Бахрейна страдало или сталкивалось с расизмом в той или иной степени. Бельгия чаще и больше других ходит на выборы. Здесь самый большой процент явки избирателей на выборах. 87,21% населения неравнодушны к политике. Марокко можно назвать самой обрезанной страной в мире. 99,9% мужского населения прошли процедуру обрезания. Кстати, в этой стране обрезание раньше делали парикмахеры. В Гане не любят молоко. 100% населения этой африканской страны страдают от непереносимости лактузы. Южная Африка известна не только прекрасными парками и заповедниками, но и не самой лучшей экономикой. Это проявляется в неравенстве имущественного положения. Индекс этого показателя здесь наибольший в мире – 63. А вот чехи предпочитают крепкому кофе, чуть более крепкий напиток – пиво. Чехи обожают пенное и пьют его чаще, чем граждане других стран. В среднем каждый чех выпивает 143,3 литра пива в год. Объединенные Арабские Эмираты держат мировой рекорд по мировым рекордам. Они могут похвастаться более чем четырьмя сотнями рекордов, которые установили или побили как страна. Причем это число будет только расти. А это самая старая страна в мире. Ее основали аж в 301 году нашей эры. А произошло это 3 сентября. Несмотря на красивые курорты и классный климат, Греция удерживает статус самой стрессовой страны в мире. 59% населения постоянно на нервах. Наверное, все дело в толпах надоедливых туристов. А вот в Туркменистане все наоборот. Официально это страна, жители которой подвержены стрессу меньше всего. Здесь таких 10%. Но стоит ли верить этой статистике? В Великобритании живут самые непривлекательные люди в мире. Так показал опрос одного сайта для знакомств. Опять же, можно ли принимать такой опрос за чистую монету? Солнечная Португалия может похвастаться приятным званием самой дружелюбной страны в мире. Это означает, что местные очень хорошо относятся к приезжим. Помогают им и толерантны в отношениях представителей различных культур и меньшинств. Не менее приятное звание у Индонезии. Это самая щедрая страна в мире. Это значит, что местные жители чаще и больше других граждан жертвуют деньги на благотворительность. Занимаются волонтерской деятельностью, а также оказывают помощь нуждающимся людям. Кажется, албанцы опасаются бомбардировок больше всех на планете, ведь в этой стране наибольшее число бункеров и бомбоубежищ. На каждый квадратный километр государства приходится в среднем 5,7 бункеров. А всего в стране свыше 160 тысяч бункеров. Жители Саудовской Аравии можно назвать самыми сонными, ведь в среднем они спят меньше всех в мире. Не более 6,5 часов в сутки. Может и австрийцы тоже не очень хорошо высыпаются, но они точно хорошо отъедаются. Австрия самая сытая страна в мире. В среднем каждый австрийц потребляет в день 3800 калорий. Даже штаты с фастфудом и кучей ресторанов позади. Правда, не сильно. Всего на 50 калорий. Согласно многим опросам, Украина может претендовать на звание страны, в которой живут самые красивые девушки в мире. Не сильно отстает Швеция с Россией. По статистике, красавистам не намного меньше. Если в Украине горячие девушки, то в Мали горячее вообще все, ведь это самая жаркая страна планеты. Средняя температура держится на уровне около 29 градусов по Цельсию. Кстати, именно в Мали жил самый богатый человек всех времен Манса Муса, состояние которого оценивается в 400-500 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Норвегия может похвастаться званием самой развитой страны в мире. Индекс человеческого развития составляет 0,944, что максимально приближенно к единице, то есть лимиту. Кстати, Норвегия по показателю этого индекса лидирует уже 13 лет подряд. Это самая резистая страна планеты. Более 98% территории покрывает растительность. Садиться за руль или просто ездить по дорогам Доминиканской республики – не лучшее решение. Ведь именно в этой стране живут худшие водители планеты. Об этом говорят ДТП. 67,23 смертельных случая на каждые 100 тысяч человек. Для сравнения, в Швейцаре этот показатель равен 1,71. А далее я расскажу вам, без каких органов вы сможете прожить. Не переключайтесь. Первый же орган в этой подборке является и самым важным в нашем организме. Удивительно, но без мозга можно прожить. Я сейчас не про приколы, а не самых умных людях. Я говорю серьезно. Правда, есть нюансы. Совсем без мозга жить нельзя, однако без некоторых его частей человек может прожить полноценную жизнь. Так, около 15-20 лет назад в Марсельскую клинику обратился мужчина, который жаловался на боль в ноге. Врачи считали, что у него тромб, но оказалось, что причиной боли было отсутствие 90% мозга. Он страдал водянкой, которая также известна как гидроцефалия. Болезнь практически полностью уничтожила серое вещество в голове пациента, однако это не помешало уцелевшим частям мозга взять на себя функции потерянных отделов. При всем этом мужчина не знал о том, что у него творится в голове, пока не обратился в клинику. История знает и другие подобные случаи. Например, в 1980-х ученые исследовали удивительный случай студента, мозг которого буквально плескался в спинномозговой жидкости. При этом на способности студента это никак не влияло. Он был очень талантливым и умным. Также ученые неоднократно находили людей с одной лишь половиной мозга. И людей, рожденных без мозжечка, и все они жили вполне нормальной жизнью. Легкие крайне полезные органы. Именно благодаря им мы дышим. Легкие переносят кислород в кровь и выводят из организма углекислый газ. Делают это они в паре. Но каждая легкая может справиться с этой задачей по отдельности. Оба легких идентичны и оснащены всем необходимым, чтобы функционировать отдельно друг от друга. Поэтому человек может спокойно прожить без части легкого или даже без одного легкого. Конечно, с одним легким не стать профессиональным дайвером или лучшим бегуном планеты. Но его вполне хватит, чтобы прожить отличную и насыщенную жизнь. Немало людей живут с одним легким, лишившись второго органа после операции. С легкими все понятно. Но что делать с желудком? Он у нас только один, в отличие от легких. Это один из важнейших органов человеческого тела, в котором накапливается и переваривается еда. Значит, его удаление приведет к верной смерти, не так ли? Оказывается, не так. Желудок, безусловно, крайне важен, но человек способен прожить и без него. Некоторые виды рака и генетические нарушения могут поставить человека перед выбором распрощаться с жизнью или с желудком. И обычно люди выбирают второй вариант. В этом случае проводится операция гастроктомия. Желудок или его часть удаляют, а пищевод соединяют непосредственно с тонкой кишкой. Это очень серьезная операция и серьезные изменения в организме. Но даже после такого люди продолжают нормально жить. Конечно, потребуется соблюдать определенную диету и есть понемногу. Ведь организму негде будет скапливать сразу много еды. Но с этим можно жить. Со временем организм приспосабливается переваривать пищу с помощью одного только кишечника. Пока младенец находится в материнской утробе, селезенка занимается производством крови. Она создает для младенца эритроциты и лейкоциты. Потом занимается другими задачами. Становится главным источником лимфоцитов. Вырабатывает антитела, хранит старые поврежденные эритроциты и тромбоциты и уничтожает аномальные клетки крови. У взрослого человека этот орган переполнен кровью, которая через него постоянно проходит. Поэтому серьезные травмы селезенки потенциально очень опасны. Ее разрыв может привести к обильному внутреннему кровотечению и смерти. Поэтому иногда врачи принимают решение удалить поврежденную селезенку, прежде чем она лопнет. Такая операция называется спленоктомия. Селезенку удаляют, и человек продолжает спокойно жить. Правда, у него понижается иммунитет и повышается риск развития инфекции. Ведь селезенка – один из главных фильтров организма. Но если вовремя принимать антибиотики и витамины, негативных последствий у спленоктомии не будет. Если вы любите фастфуд и прочую вредную еду, регулярно налегайте на нее и не испытывайте проблем со здоровьем. Скажите спасибо своему желчному пузырю. Именно он помогает организму переваривать жиры, выделяя желчь. Проблема в том, что желчный пузырь не может справляться с огромным количеством жирной пищи бесконечно. Если человек совсем не соблюдает диету, у него могут начаться проблемы. Например, в желчном пузыре могут образоваться камни. Порой они могут быть очень большими. Врачи не всегда могут удалить такие камни, поэтому вместо этого они удаляют желчный пузырь целиком. Жить можно и без него, но в таком случае некоторые функции желчного пузыря возьмет на себя печень, расположенная рядом. Но человеку придется придерживаться определенной диеты. После того, как еда совершает путешествие через пищевод, желудок и тонкую кишку, она попадает в толстую кишку. К этому моменту большая часть питательных веществ уже усваивается организмом. Толстая кишка помогает формировать и проталкивать твердые отходы. И это делает ее очень важным органом. Тем не менее, прожить можно и без нее. Если у человека серьезные проблемы, например, злокачественная опухоль, полипы и прочее, то врачи могут принять решение провести колоктомию. После нее оставшиеся части кишечника постепенно приспосабливаются и берут на себя функции удаленной толстой кишки. Пациенту придется соблюдать специальную диету и избегать твердой пищи, но он будет жить. Репродуктивные органы. Думаю, никому не хотелось бы жить без половых органов. Тем не менее, в мире есть немало людей, которые живут без них. И живут они вполне нормально. Без репродуктивной системы можно прожить практически полноценную жизнь, независимо от того, о ком идет речь – о мужчине или женщине. Некоторые люди живут без репродуктивных органов в результате несчастного случая. Например, аварии, нападения и так далее. А некоторым эти органы удалили после выявления серьезных заболеваний. Потеря репродуктивных органов приводит к нарушению выработки гормонов, регулирующих состояние человеческого тела, эстрогена и тестостерона. Но это можно компенсировать приемом специальных препаратов. Щитовидная железа расположена в районе горла. Она хранит йод, необходимый организму для нормального развития и функционирования. А также вырабатывает большое количество гормонов, контролирующих обмен веществ и рост клеток. Получается, что щитовидка влияет чуть ли не на все тело. И тем удивительнее факт, что человек может без нее прожить. Обычно щитовидку удаляют при наличии злокачественных опухолей. В таком случае, человеку, перенесшему операцию, придется всю жизнь принимать специальные лекарства и синтетические гормоны. Без них метаболизм будет нарушен и человек умрет. Но если соблюдать терапию и принимать правильные препараты, то жизнь будет абсолютно нормальной. А вот и то, чего нет уже у многих людей. Аппендикс – это один из самых ненужных органов в человеческом теле, без которого спокойно живут миллионы людей. Раньше аппендикс помогал усваивать целлюлозу из растительной пищи. Но со временем еда стала более легко усваиваемой. И этот орган перестал участвовать в пищеварении. Он все еще выполняет ряд функций. Например, поддерживает кишечную микрофлору. Тем не менее, без аппендикса человеческое тело мало что теряет. И человек продолжает спокойно жить. При воспалении аппендикс практически всегда удаляют. Удаление воспаленного аппендикса – одна из самых частых и простых хирургических операций. В подавляющем большинстве случаев она не имеет вредных последствий. И финальная – почка. Как и легкие почки работают в паре и играют важную роль в человеческом организме. Они фильтруют различные отходы и токсины из крови, а также вырабатывают ряд гормонов, регулирующих кровяное давление. Но, как и остальные органы в теле, почки недолговечны. И при определенных условиях могут отказать. Жизнь людей с почечной недостаточностью поддерживает аппарат для гемодиализа. Но он огромный. Носить с собой его не получится. А постоянно сидеть возле него не вариант. Но есть вариант удалить больную почку. Человек сможет прожить и с одной почкой, но с соблюдением диеты и некоторыми ограничениями. Так человек может прожить долгие годы, ожидая операцию по пересадке уже новой почки. К слову о пересадке. Такая операция является самой распространенной в трансплантологии. Несмотря на то, что стоит почка недешево. От 16 тысяч долларов и больше. Но это не так много, как некоторые другие органы в нашем теле. Смотрите дальше, чтобы узнать о самых дорогих органах человека, которые стоят целое состояние. Лидером среди всех органов в плане цены является сердце. Это, пожалуй, самый важный орган в человеческом теле после головного мозга. Стоит сердце очень дорого. Его цена начинается от 280 тысяч долларов. И это только сам орган. Просто так сердце никому не нужно. Необходима еще и операция по его пересадке. А она может стоить полтора миллиона долларов. Такой бешеный ценник объясняется несколькими причинами. Во-первых, в отличие от той же почки или легкого, донор сердца отдает его посмертно. Во-вторых, операция по пересадке сердца очень опасная, сложная и нередко заканчивается смертью пациента. В-третьих, болезни сердца являются самой распространенной причиной смерти среди всех людей в мире. А пересадка сердца признана самым эффективным способом при лечении тяжелой сердечной недостаточности. Но даже несмотря на это, никто не гарантирует успех. Операция может провалиться или сердце может не прижиться. Но если все пройдет как надо, то пациент с новым сердцем сможет прожить около 10 лет. Как по мне, все эти факты – отличное напоминание того, насколько важно следить за нашим мотором, который так усердно качает кровь и поддерживает в нас жизнь. От главного мотора переходим к главному фильтру. Печень – по-настоящему удивительный орган. Печень борется со всеми токсичными веществами, выводит продукты распада химических веществ, вырабатывает витамины, транспортирует кровяные белки и многое другое. Даже с учетом этого, печень можно назвать самым крутым органом в теле. Но она еще и умеет самостоятельно восстанавливаться. Печень способна регенерировать, даже если потеряла 70% своего объема. Но даже такой мощный орган, как печень, не способен биться с токсинами бесконечно. Особенно если их много. Нередко люди подцепляют серьезные болезни печени, после чего выход может быть только один – трансплантация. Приобретение части печени может стоить примерно 50 тысяч долларов, а за целый орган придется отдать около 400 тысяч. Добавим к этому операцию по пересадке, которая может стоить до 800 тысяч долларов, и получим сумму в районе миллиона баксов. Далеко не каждый сможет позволить себе такую операцию, поэтому стоит беречь печень. И вновь возвращаемся к легким. Как помните, без одного легкого прожить можно, но что делать, чтобы получить себе новое легкое? Можно заплатить около 60 тысяч долларов, чтобы приобрести орган у донора. Если же необходим полный набор, то за пару легких придется отдать около полумиллиона долларов. Биоматериал приходит в негодность уже через пару часов после смерти донора. А сама операция по пересадке очень сложная и требует наивысшей квалификации самых топовых хирургов планеты. Отсюда и космический ценник. Операция по пересадке легких может стоить до 2 миллионов долларов. Поджелудочная железа относится к органам пищеварения. Это один из важнейших органов человека, который вырабатывает ферменты для переваривания еды. Также она вырабатывает гормоны, необходимые для обмена веществ. Сильнее всего испортить поджелудочную может сахарный диабет. Далее два варианта. Либо жить с этим заболеванием, соблюдая диету, ограничивая себя и вкалывая себе инсулин. Либо заплатить 10 тысяч долларов за новую поджелудочную. Орган можно пересадить, полностью излечившись от диабета. Но такая операция сложная и дорогостоящая. Цена начинается от 100 тысяч долларов и может достигать 350 тысяч. Но даже в этом случае пациенту придется соблюдать определенную диету и ограничивать себя. Ну а в комменты напишите, как скоро по-вашему мы сможем печатать органы на 3D принтере. Ну а также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь.